но вы же сами отмечали дома или нет что вы готовили понятно а ты сама готовила или с мамой а что ты больше всего любишь из этих сладостей ты любишь все сладости я больше всего люблю пахло бы хорошо давай самого начала начнем где-то сейчас живешь сколько там живешь примерно месяца у вас большая семья расскажи мне про свою семью нет ученик не студент шестом классе он любит телевизор и игр какая его любимая игра какой его любимый мультик ты не интересуешься этим а ты любишь играть мультики игры где у тебя есть дедушка и бабушка где они живут можешь мне рассказать у меня есть дедушка и бабушка они живут в пахло я очень люблю они их их а где они в районе живут или в городе хорошо это у тебя есть с маминой стороны дедушка и бабушка или с папиной стороны правильно да умер можно сказать но можно сказать его нету да уже и умер тоже можно сказать да хорошо кто твоя любимая тетя она младше ли старше твоей мамы как не зовут чем она занимается расскажи мне про нее он работает дизайнер и в азерсу у нее есть семья хорошо а где она живет а сколько ей лет 32 года да хорошо у вас есть домашние животные хорошо а у ваших соседей не знаю ты не видела не слышала я очень хочу кошку или чтобы у меня была кошка что потом случилось она убежала из дома из дома мама ее выгнала или она сама убежала понятно как ее звали понятно да у нее красивое имя было это была девочка понятно а в баку вы жили в частном доме или благоустроенными или на квартире частный дом полностью предложение скажем мы жили что у вас пока есть дедушка есть петух они раньше ночи пять четыре часа они они кукарик ли кукарик ли кукарик ли кукарик я не банна ирдил лар сэзу кими хэмин о сэсс элэ бил фейл кими дей и раньше я не могла сказать понятно тебе мешали их эти петухи тебе мешали петухи но здесь у нас у соседей тоже есть куры и петухи тоже кукарик кукарикует по утрам но сейчас мне кажется петухи тоже ленивые они в обед кукарикуют и утром хорошо значит потом например про профессии давай поговорим про профессию какая профессия тебе нравится чем бы ты хотела быть когда вырастешь инженер быть инженером да в будущем дизайнер тоже хорошая профессия кто твоя мама по профессии и папа хорошо они могут открыть свой салон хорошо у них у них он хорошо это супер ладно хорошо а ты уже не хочешь быть парикмахером наверно понятно потом чего еще интересного что еще можно да кто-то по национальности правильно да хорошо да да ты родилась в городе или в поселке хорошо хорошо баку это красивый город или нет да баку очень красивый город я очень люблю баку ну ты скучаешь просто поэтому ты сейчас все любишь да скучаю но наверное летом поедешь иншаллах еще да но у вас есть планах летом приехать в баку если школа не будет школы не будет школы ну школа же летом же нету школы только осень и в сентябре да сейчас нету документа документа нету ну ладно а сегодня у вас погода какая сегодня идет дождь холодно а какую погоду ты любишь здесь холодно понятно да да там еще не как будто не пришла да весна еще да понятно да ты уже устала да от этого холода ты хочешь чтобы было тепло да да хорошо ты сегодня выходила на улицу что ты делала вчера в магазин ходила или просто гуляла гуляла сидит кафе сиди сидит не до сидела в кафе с кем ты ходила с братом вместе вдвоем вы сделали себе пати без родителей да да а когда вы куда-нибудь ходите без родителей твой брат слушается тебя да да понятно молодец нет хорошо а что вы себе заказали кофе и пончики понятно да а сколько стоило кофе и пончики кофе 300 кофе 300 кофе 300 кофе 300 по-нечки 100 рублей понятно ты сама заказ делала делала или твой брат заказывал я сама понятно и что ты сказала и что ты сказала Я сказала, там есть меню, мы посмотрели меню и заказывали. Молодец. А кто был ваш? Там был официант? Нет, мы на кассе заказывали. Да, да. Это называется самообслуживание, да? Там это кафе, как самообслуживание там. Самообслуживание, я не знаю, на хитмэд. Да, да. Ну, типа как Макдональдс или ещё что-то, вот так. А как называется эта кафешка, в которую вы ходили? Что? Как называлась эта кафешка? Помнишь? Все дома. А, понятно. Ясно. А это далеко от вашего дома? Нет, 9-15 минут. Хорошо. А что ты одеваешь, когда выходишь на улицу? Я брюки, кофта, водолазка. Пальто не золото. Что? Пальто. Пальто, пальто. Пальто и шапка. И шапку, да? Женский рот надо просклонять. Я одеваю кофту, шапку. А пальто не изменяется, потому что пальто – это иностранное слово в русском языке. Хорошо. А сколько градусов мороза, ты знаешь? Нет, не знаю. Но, наверное, 5. Ну, не очень холодно, нормально. Но всё равно мороз есть ещё. Мороза много нет. В январе много есть мороз. Очень холодно. Ну, естественно. Хорошо, молодец. Потом, потом, что ещё можно сказать? Ну, давай расскажи мне, что ты сегодня делала, чем ты занималась? Я встала. Ты рано встала сегодня или поздно? Поздно. Значит, сняла и завтракала. Потом сделала, повторила тамошнее задание. И потом готовила обед. Потом мы обедали мой брат. Я готовила макарон. Да. Потом мы обедали мой брат. С моим братом. Потом я чуть-чуть смотрела телефон. А сейчас на руки. Хорошо, молодец. А что ты смотрела в телефоне? Я смотрела WhatsApp, YouTube. На YouTube что ты смотришь? На каком языке? Русский язык. А кого ты смотришь? Просто ютуберов, каких-то блогеров или, не знаю? Блогеров. Блогеров, да. У тебя есть какой-нибудь русский блогер, которого ты всегда смотришь? Всегда нет. Много видео есть для блогеров. Я смотрю, но не знаю имя. Понятно. А на какую тему ты смотришь обычно? Тема, да? Какая тема у них? Там, не знаю, косметика или просто что-то. Иногда, иногда урок, план урок, блог, все эти они снимали. Да, да, да. Это смотришь. Да, да, они весь день снимали что-то, да? И потом, да, и ты это смотришь. Понятно. Молодец, да. Старайся только-только на русском смотреть. В свободное время только смотри на русском. Хорошо. Да, это хорошо, что ты смотришь блогеров. Это очень полезно для твоего языка. Ты любишь слушать песни? Да, да, я очень люблю песни. Кто твой любимый? У тебя есть любимый певец? Нет, я все песни слушаю. 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 Да, я слушаю все песни. Слышу, слушаю Гулагасыра. А где ты слушаешь песни? Иногда телевизор, иногда ютуб. На телефоне. Да, да, хорошо. Ладно. А сколько времени ты каждый день уделяешь домашнему заданию? Девенадцать один часов и пять-шесть часов. И девять-десять часов я читала книгу. Молодец, понятно. Значит, три или четыре часа в день ты занимаешься русским языком. Хорошо. Я иногда... Иногда один раз в день. Один раз в день смачиваю английский язык. Хорошо, да, поняла. А ты смотришь фильмы? Фильмы? Да. Какой фильм ты последний раз смотрела, помнишь? Есть один маленький человек. Там есть дети и папа. Маленький человек. Есть... Силы. А, у него есть сила какая-то? Как секретная сила, да? Да, секретная сила. Он сделал кошку в камень. Ага, да. Превратил чеберды, да? Он превратил кошку в камень. Первый раз видел, он видел его мальчик, потом второй раз девочка, и потом их папа. А что случилось в конце? Потом... Это маленький человек тоже. Его семья... Своя семья... Силы камень. Свою семью он тоже превратил в камень? Да. Потом он... Учил... Учил, он научился. Силы... Силы... Как я сделал секретный сила, и он приехал в свой... Силы... 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 Да, да, да. И... Он был инопланетянином, да? Да. Ага. И все. Понятно. Ну, в конце это все закончилось, да? Так. Да. Хорошо. Он улетел к себе на родину. На свою планету. Да. Хорошо. Мой брат сказал, что я тоже хочу маленький друг. Ага. Я тоже хочу маленький друг. Да. Но надо быть осторожным с этим другом. Ты ему должна была сказать, что быть осторожным, потому что он нас тоже может превратить в камней. Или еще что-то сделать. Да. Пожар сделать. Не знаю. Поэтому это очень опасно. Да. Хорошо. А чем занимается сейчас твой брат? Не знаю. Наверное, читала книгу и... посмотреть телевизор. Угу. Угу. Он читает книжки? Да. Каждый день он сделал урок, читал книгу. Ага. Почему в прошедшем времени, ты говоришь, сделал, читал? Каждый день он делает и читает книги. Да. Он делает уроки. Он делает уроки. А кто ему дает домашку? Он дает мне домашнее задание и я даю его домашнее задание. Я даю ему. Да. Он... В общем, ты его учитель. Да. Угу. Хорошо. Молодец. Что тебя слушается? Потому что обычно мальчики капризные и не хотят слушаться. Да. Он капризный. Но мама на доме не капризный. Когда мама дома, он не капризный? Когда мама дома, он не капризный, да. А, понятно. Понятно. Ну, иногда я учила мама, мама учила брата. Угу. Понятно. Учила... Я поняла. Ты учила маму, а мама учила брата, его. Потому что он тебя не слушает. Да. Поняла. А мама поздно приходит с работы? 9 часов. Ага. Хорошо. Угу. Угу. Да. Ну, это зависит еще, когда праздники. Наверное, у него много бывает работы. Когда не праздники, она пораньше может прийти? Нет. Нет? Нет? Там нет праздник. Ага. Поняла. Но я не... В этом смысле не именно Новый Русс. А, например, на Новый год или 8 марта бывает... Да. Да. Новый год, да. В 8 марта тоже. Да. Очень много бывает работы в эти дни. Хорошо. Хорошо. Ха. Ха. Спасибо.